Королева Дании Маргрета II, самый долгоправящий монарх в Европе, отречётся от престола 14 января после 52 лет пребывания на троне. Её преемником станет её старший сын, наследный принц Фредерик. 83-летняя королева, вступившая на престол в 1972 году, сделала неожиданное заявление в прямом эфире во время своей традиционной новогодней речи. В стране с населением почти 6 миллионов человек, её смотрит почти каждый. В феврале королева перенесла операцию на спине. В своей речи она отметила, что это заставило её задуматься о будущем и о том, не пришло ли время передать ответственность следующему поколению. Королева Дании стала самым долгоправящим монархом в Европе после смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В июле она также стала самым долгоправящим монархом в истории Дании. Маргарета родилась в 1940 году в семье короля Фредерика IX и королевы Ингрид. Всю свою жизнь она пользовалась широкой поддержкой датчан. Её уважают за такт и творческие способности. Она также известна своей любовью к археологии и принимала участие в нескольких раскопках. Маргарета стала наследницей своего отца в 1953 году в возрасте 31 года после того, как поправка к конституции разрешила женщинам наследовать трон. В 1967 году она вышла замуж за французского дипломата Анри де Лаборде де Монпеза, который был её супругом до своей смерти в 2018 году. У пары есть двое сыновей – наследный принц Фредерик, который станет королём Фредериком X, и принц Иоахим. Фредерик женился на австралийке мэри Элизабет Дональдсен в 2004 году. Новость о том, что Дональдсен станет королевой-консортом, обрадовала многих австралийцев. «Чудесно. От Асмании узнают во всём мире. Она будет прекрасным представителем Австралии. Я горжусь и взволнована. Думаю, это чудесно. Она будет прекрасной королевой, разве не так? Да, без сомнений». В Дании формальная власть принадлежит избранному парламенту и правительству. Новый монарх останется вне политики, представляя нацию во время государственных визитов и национальных праздников.